Вот это сообщение. В Москве задержана банда террористов, готовивших взрывы в общественном транспорте. Половина из них проходила подготовку в тренировочных лагерях исламского государства. И можно было бы, наверное, к этому отнестись как к перестраховке, мол, это, возможно, пока всего лишь предположение, а вдруг реальной угрозы и не было, но появляющиеся детали, кажется, не оставляют сомнений. Вот всего лишь одна из них. Во время спецоперации на базе боевиков, которую они устроили в обычной московской однушке, было найдено 5 килограммов взрывчатки. Напомню, именно столько тротила было в каждой из бомб, которыми террористы-смертники неделю назад на мирном митинге в Анкаре убили сотню и ранили еще 200 человек. Многие подробности этого дела спецслужбы, конечно, держат в тайне, но нашему репортеру Константину Панюшкину все-таки удалось выяснить некоторые засекреченные повороты расследований узнать то, что волнует каждого. А сколько именно шагов могло отделять всех нас от непоправимой трагедии? Откройте дверь с паспортами по одному на выход. А что, если бы опоздали или вообще проглядели, как абсолютно все жители этого дома? Не встречались. Ну, я сама здесь недавно. Было бы так? Или, может, вот так? Все трое арестованных родом из Грозного. Самому старшему Аслану Б. Султанову, которого следствие считает организатором, всего 26. Сюда пришли с МВД. Пришли. Где ваш сын? Я говорю, мой сын в Египте учится. Я говорю, они говорят, нет, не учится. Два года назад Аслан объявил дома, что летит учиться в Каир. Говорил, что хочет стать проповедником и стал им почти что наверняка. Только не в Египте, а в халифате. Оперативники ФСБ его ждали. Как ждут теперь и всех остальных? Имеется сведения о предпринимаемых террористами попытках покинуть зоны боевых действий и проникнуть в страны Европы и Азии, а также в Россию. Может показаться, что Аслан Б. Султанов вот только что из ИГИЛ вернулся взрывать по заданию сирийских амиров. Он просто вообще ничего не рассказывал. Говорил, что мне не нужно это все знать. Но его жена Зардан вдруг признается. Муж уж год как вернулся. Скрывался в подполье. С тех пор теракты готовился, подтверждают силовики. За пару дней до ареста в Москве спецназ штурмовал девятиэтажку в столице Чечни. Трое убиты. Дома нашли компоненты бомбы. Один к одному, как в Москве. Вроде как отсюда их и везли. Чуть ли не поездом прямиком на Казанский вокзал. На вокзале и собаки могли почуять взрывчатку, и полиция могла спросить, а что в чемодане? Так что от Рязани добирались в Москву на автобусе. Паспорта здесь смотрят, а вот что в сумках, никого не волнует. Никого из троих арестованных водителей не узнают, хоть, кажется, и не впервые видят их фото. Да, действительно, ФСБ было, но просто предупредили. Будете предельно видеть. Родители теперь разводят руками, не понимая, кто и как превратил их, вроде бы обычных детей, в террористов. Мы зайдем к вашим городам, к вашим домам, и мы будем убивать вас. Роскомнадзор один за другим блокирует джихадистские сайты и группы в социальных сетях. Но исламское государство все ж таки нашло канал пропаганды, приложение для смартфонов. Тут и джихадистские проповеди, и топ-чарты самых популярных видеотеррористов. Александр Гусак – экс-глава антитеррористического подразделения ФСБ. В его эпоху боевики вербовали без помощи интернета, а бдительные пенсионерки помогали предотвращать взрывы. Время сейчас другое. Люди не обращают ни на что внимания. То ли бабушки уже не те, то ли всех жильцов не упомнишь. В московской однушке, которую накануне штурмовал спецназ, за полгода сменилось 11 жителей. Вот эта таблетка, которая выдается только по прописке. Откуда она у вас? Наталья живет по соседству с той самой квартирой. Она лишь обреченно пожалуется отставному сотруднику. В нашем подъезде пять квартир, где люди действительно прописаны и действительно там живут. Двери заперты, да и связаны руки. Вскрывать я их не имею права никакого. С одной стороны, полиция ничего не может делать, а с другой стороны, людям. К сожалению, все равно. Потому что мы с вами говорили, две трети людей здесь живут. Или под черным флагом, извините за выражение, или они снимают, и им глубоко все равно, что здесь. Но может теперь как раз самое время глядеться по сторонам? Ведь где гарантия, что соседи не засматриваются вот прямо сейчас? Кровавыми видео исламского государства. Константин Панюшкин, Оксана Веселева, Антон Янченко и Владислав Кулачихин. Центральное телевидение.